Всем огромный привет! Очень рада снова с вами! И сегодня, как всегда, хочу поделиться своим новым заказом из компании Faberlic по 12 каталогу. Конечно, покажу, с какого каталога я делал заказ. Такой у нас идет 12 каталог. Думаю, всем известный, всем знакомый. Много кто уже сделал заказ, кто-то уже давным-давно получил заказ. Я также бы получил раньше заказ. Но, к сожалению, так как у меня офис работает 3 раза в неделю, и как раз именно в эти дни мне, к сожалению, не попали. Я был на работе, никак не мог забрать. Так что, наконец-то, я уже сегодня его забрал. Так что у меня, конечно же, с опозданием этот заказ, чтобы вам показать. Но, надеюсь, что все равно будет интересно и может быть чем-то и полезно. Так что, для любителей роликов, заказов Faberlic, конечно же, чтобы не пропускать такие ролики, подписывайтесь, ставьте колокольчик и, конечно же, лайки для меня. Мне будет очень-очень приятно. И давайте приступим. Что же все-таки у меня приобрели именно с этого каталога. И первое, что хочу я вам показать. Я, конечно же, ставлю сюда этот каталог. И я понимаю, что его все равно видно не будет. Но, сейчас пока видно, да. Вот, первое, что хочу вам показать. Я решил маме приобрести, потому что вот очень было интересно бы попробовать, как мама по поводу этого продукта будет довольна или недовольна. Потому что я этим продуктом доволен. И хорошая была цена, как всегда стоили они там по 65 гривен, если не ошибаюсь. Это Tom Faberlic, средство для мытья посуды с активированным углем 500 миллилитров. Мне очень нравится этот продукт. Я, когда только была новинка, я, конечно же, взял и остался в восторге. Потому что очень хорошо моет, очищает посуду до скрипи. И также очень хорошо моет как в холодной, так и в горячей. Так что вообще просто достойно. Также, если вот посмотреть, он сам по себе такой вот именно прям жидковатый. Слишком такой вот прям жидковатый самый по себе продукт. Ну, ничего страшного. Я вообще никогда не развожу эти продукты. Вот. И ни граммы не жалею, потому что все равно экономно хватает его надого. Достаточно пару капель, чтобы перемыть посуду. Так что достаточно. И даже бывает так, что даже приедается именно тот же самый продукт. Так что очень люблю такие продукты. И слава богу, что когда сначала наносишь, да, понятное дело, что мочалка была желтая, стала черная. Вот. И когда вот моешь, а потом, когда уже все смывается, чернота всякая вот пропадает. Потому что я сначала думаю, вот будет весело, если вот такое прям что-то такое прям ядреное, и мочалка тоже останется черного цвета. Ну нет, слава богу, все, конечно же, смывается. Ну и если тут еще плюсы нарисовано, что здесь даже можно мыть и детскую посуду, да, еще даже годика нет у ребенка. Вот. Это значит действительно хорошее качество, и нету здесь никакой химии. Это очень, конечно же, хорошо. Так что надеюсь, что мама останется в восторге, потому что таким продуктом она точно еще не пользовалась. По поводу активированного угля. Потому что так я часто приобретаю дом Фаберлик. Моим всем родным очень нравится продукция от Фаберлик, именно уход за домом. Так что все довольны. Так что надеюсь, что я останусь довольны именно вот этой продукцией тоже. Потому что очень интересно, как мама удивится по поводу этого продукта. Вот можно знать точно, что таким она еще не пользовалась. Вот. Следующий также я решил маме приобрести. Как-то она говорила, что у нее уже заканчивается. Также очень ей нравится. Это, конечно же, средство универсальное очищающее для ванной комнаты. Да, думаю, все мы знакомы. 500 также миллилитров. Очень достойный продукт. Наверное, в каждом ролике я о нем говорю. И действительно классный. Только вот большой минус в том, что очень химозный аромат. Я, как всегда, одеваю спрей. Да, именно. И потом я просто это все распределяю спреем. Мне так намного попроще и так легче. Но пока ты распределяешь, то надо сразу куда-то вот именно дыхание где-то вот стараться не дышать, чтобы это все поиспользовать. А потом просто вылетаю из ванной комнаты. Потому что просто и выедает и глаза, выедает и нюх, короче, понимаете, в носу. Ну, короче, очень ядреный. И слезы даже бегут. Даже такое, что я хочу сказать. Так что по поводу этого продукта достойный, классный. Ну, аромат, конечно же, специфичный, к сожалению. Ну, что сделаешь для чистоты, да? Вот и я об этом. Так что решил ей сразу приобрести два таких вот продукта одинаковых. Хорошая была цена по 65 гривен. Вот. Так что, чтобы ей было, конечно же, надолго. Потому что так как мы нечасто ездим домой, вот, то я решил брать сразу по несколько продуктов. Потому что, чтобы потом действительно хватило надольше. Именно вот этого продукта. И также еще решил маме приобрести. И это также идет у нас гель очищающий для туалета. Да? Это с экстрактом лимона. Это самый первый. Это не тот, что, который недавняя была новинка, да? Там, где меняет цвет. Это обычный с экстрактом лимона. У меня тоже такой был. Мне тоже очень нравится этот продукт. И у мамы тоже такой же самый был. Вот. Ну, так же вот заканчивается. И решил ей, конечно же, обновить этот продукт. 500 миллилитров. Так же очень достойно. Тоже очень хорошо очищает туалет. Ну, унитаз. Вот. Так что, классный продукт. Так что, все довольны именно вот этим продуктом. Так, следующее. Так же я решил маме приобрести. Потому что тоже была очень хорошая цена. Ну, как же не приобрести? Это универсальные салфетки. Раньше у меня их просто-напросто разгребали. Очень любили. Когда было в упаковке 40 штук салфеток. Но, к сожалению, когда уже стало в упаковке 30 штук. И цена была дороговато для 30 штук. И у меня прекратили приобретать именно вот такие вот универсальные салфетки. Но в этом каталоге была очень хорошая цена. Если вы приобретаете любые салфетки, допустим, 2 штуки. То каждая упаковка шла, если не ошибаюсь, по 39 гривен. Ну, хочу сказать, по такой цене еще можно приобрести, конечно же, упаковку с 30 штук салфеток. Так что достойная была цена по поводу этого. Что хочу сказать именно в этом каталоге. Так что я решил маме, конечно же, приобрести сразу 2 таких вот упаковки. Потому что, действительно, вот эти салфетки очень-очень бомбические. Очень классные. Вот. И хорошая цена, почему бы нет. Также у меня приобрели... Это 2 упаковки приобрели у меня бритвы. Вот. Такие прям, честно, хочу сказать, что я в первый раз вижу такие вот именно вживую. Именно вот эти бритвы одноразовые. Вот такая вот упаковка. Вот. И здесь сразу видно, что в упаковке идет у нас 3 штуки. Вот. В упаковке 3 штуки. И также насадка у нас идет с 3 лезвиями. Это, конечно же, очень-очень круто. Так что надеюсь, что понравятся такие именно вот одноразовые бритвы и будут приобретать. Так что я потом, конечно же, узнаю, хорошие или нет. Потому что, честно, я их еще ни разу не приобретал и не пробовал. Какие они хорошие лезвия, нехорошие лезвия. Хорошо бреет, нехорошо не бреет. Не знаю. Так что потом уже по ходу дела я узнаю. Ну, я так вот посмотрел. Они такие прям массивные. Вот если вот так посмотреть, такие вот именно большие, такие вот прям массивные. Как возьмешь за эту бритву. То ты чувствуешь, что ты держишь в руках бритву. Так что, надеюсь, что может и понравиться. Почему бы и нет. Тоже была там очень хорошая достойная цена. Честно, я уже не помню сколько. Ну, была достойная цена. Вот. И тоже вроде они шли по акции. Если берешь две, то они получаются по такой цене или нет. Я уже, честно, уже не понял. Сколько уже времени прошло. Вот. Но была достойная цена на них. И решили приобрести у меня сразу две упаковки. Так что, если будет действительно понравиться, если будет действительно очень достойная, то и потом я себе тоже, наверное, и приобрету. Потому что раньше я пользовался неодноразовыми бритвами. Я более пользовался... Был один станок, да. И просто менял, постоянно приобретал кассеты. Именно тоже с тремолезвиями, как полагается. Но так как получается, что с каждым разом все эти кассеты дорожали, дорожали. И просто-напросто такие уже были сумасшедшие цены на эти кассеты. И я решил, что будет, наверное, экономней использовать одноразовые бритвы. И вы знаете, я не грамма действительно не пожалел, что я сейчас использую одноразовые бритвы. Конечно же, у меня не от Faberlic. У меня бритвы идут Gillette. Вот, и там в упаковках, помню, была хорошая в Еве акция. В упаковке 8 штук было. И также по 3 лезвия. И я помню, их набрал, несколько упаковок. И вы знаете, что мне хватает с головой. Одной одноразовой бритвой можно использовать. Я даже умудряюсь 2 месяца использовать именно одной одноразовой бритвой. Представьте, какое там очень хорошее, достойное лезвие. Вот, так что я понял, что так намного будет экономнее, чем приобретать просто одни кассеты. Потому что кассеты, конечно, там цены, ого-го, что хочу сказать. Также у меня приобрели, в тот раз была эта новинка в каталоге номер 11. У меня это приобретали, тоже стоило 45 гривен. Но, к сожалению, не было на складе. И этот раз в каталоге номер 12 решили, опять же, у меня попробовать приобрести. Но, слава богу, это было уже на складе. Это уже хоть радует. Это у нас идет антибактериальный гейд для рук. Эта серия у нас идет экстра фарма. Чистота и защита ваших рук. Вот такой вот продукт. И в этом продукте идет у нас 100 миллилитров. Это, конечно же, очень хорошо. И также здесь присутствует 70% спирта. Так что очень классно. И, во-первых, что очень хорошо, что именно это идет у нас серия эксперт фарма. Потому что серия эксперт фарма действительно очень достойная. Действительно очень качественная. Вот. И я даже не сомневаюсь, что и антисептики здесь также идут очень достойные и качественные. Что действительно будет хорошо очищать руки и убивать, конечно же, микробы. Вот. Так что таких у меня продуктов приобрели 4 штуки. Ну вот. Сейчас я вам покажу. Вот. И они такие вот именно... Они не жидкие. Такие вот прям гель. Это такой прям густой, хочу я вам сказать. Вот. И по поводу аромата. А то я что-то рассказываю. Да, мне интересно, какой здесь аромат. Ну, аромат, конечно же, чувствуется присутствие спирта. Вот. И более такой аромат без всяких отдушек. Именно действительно такой вот аромат очищающего антисептического продукта. Вот. И все. Так что хорошая была цена. И за это, слава богу, что было на складе, то и решили вот и приобрести. Слава богу. Потому что я же говорю, что бывает вот обидно, когда вот бывают хорошие цены, приобретают, и получается нету на складе. Потом опять же получается хорошая цена, опять приобретают, опять нету на складе. И так пару раз, и потом клиенты уже ничего не хотят приобретать. Или так же бывает, так вот цену сразу резко подняли. И я просто так бывает часто делаю, просто проверяю, если там выше какая-то цена, проверяю, есть он вообще в наличии или нет. И тут хоп, бац, есть уже в наличии там, допустим, какой-то продукт. Ну, конечно же, когда вот цена поднялась, то уже и в наличии что-то есть. А вот когда была очень хорошая акция или просто хорошая цена, то в наличии нет. Вот бывает, конечно же, у фабрики такие вот периодичные какие-то вот недоделки, понимаете. Так что, слава богу, что хоть попали, все равно по той же самой цене уже хоть радует. И последнее, что я хочу вам показать. А, даже не последнее. Господи, а что я говорю, что 4 штуки? Вот и я ищу. Получается не 4 штуки, получается 6 штук. Вот я еще в коробке еще 2 нашел. Так что 6 штук. Я же думаю, что вроде как-то странно, что вроде мне больше заказывали, чем 4 штуки. А оказывается, нет, все-таки я не досмотрела 6 штук. Также меня решили приобрести, я честно очень пожалел, что я это не приобрел, когда только-только она появилась новинкой. Потому что мне действительно очень хотелось попробовать. И там была действительно очень хорошая цена. Но потом в каком-то вот каталоге, в следующем каталоге все уже, цены выросли сразу, уже не было таких вот хороших предложений, как новинки. Вот. И я все-таки ждал момент, что все-таки когда-то будет такая вот очень хорошая цена. И я обязательно себе приобрету. Но, к сожалению, даже в этом каталоге вроде кажется, что очень достойно. Потому что... Я по самому сейчас расскажу, а потом покажу. И потом, когда вот в каталоге номер 12. Вроде кажется, что это очень достойная цена и получается очень хорошо. Но вот мне, допустим, сейчас это, к сожалению, как-то вот кусь-кусь. Хотя предложение очень хорошее. Ну, вот у меня приобрели. И я надеюсь, что ни грамма не пожалеет. Потому что, если вот посмотреть, я думаю, все мы уже известные, все мы уже знакомые. Это идут у нас такие вот маски, да. 1, 2 и 3, да. Вот я же говорю, очень хотел я. Я же говорю, очень жалею, что тогда я не приобрел. А вот сейчас, я же говорю, вроде кажется, хорошая акция. Потому что, если вы приобретаете вот этот набор с двумя масками за 300 с чем-то гривен, то тогда вот именно маска номер 3, да, вот именно что это у нас идет. Кислородная маска для лица, вот, шаг третий, да. Она идет просто в подарок за 1 гривну. Вроде кажется, очень действительно хорошая акция и действительно вот достойно приобрести. Почему бы и нет, да. Ну вот, как по мне, немножко, конечно же, данной ситуации для меня, конечно же, это все равно как-то вот дороговато. Потому что, не такие большие проценты, чтобы вот ощущалась какая-то вот конкретная хорошая скидка. Вот. И из-за этого я так посмотрел, думаю, нет, я пока еще воздержусь. А вдруг все-таки будет такая же самая цена, как и в следе, когда было только-только, когда они появились. Ну, вы знаете, как говорится, дубной думкой богатее, так и я, понимаете. Так что, надеюсь я на это. Так что, это у нас идет и первый, и второй шаг. Это первый шаг у нас идет увлажняющий бальзам. Второй шаг у нас идет гель-активатор. Вот. И третий у нас шаг, да, это просто идет у нас кислородная маска для лица. Вот. Ну, я думаю, много о ней я говорить не буду, потому что я думаю, что все уже знаете, как что использовать. Думаю, вы много уже обзора насмотрелись этих масок. Ну, тут получается так, что первый шаг, да, что нанести увлажняющий бальзам плотным равномерным слоем на сухую очищенную кожу лица, шеи и декольте. И массируйте одну-две минуты. Не смывайте. Вот. И переходите сразу к шагу номер два. Вот. Когда вы пришли к шагу номер два, нанести гель-активатор. И также строго на область нанесения, строго на область нанесения увлажняющего бальзама в пропорции один к одному. Через пять-десять минут. Удалите излишки салфеткой. Вот. 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 И потом. И все. Это получается все. Это вы все удалили. И потом и дальше мы уже приступаем к чему? Конечно же приступаем именно к третьей маске. И третья у нас маска. Это нанести небольшое количество кислородной маски на кожу лица. И равномерно распределите по коже. Через пять-десять минут удалите излишки салфеткой. И на этом все, короче. И должно все быть очень шикарно и прекрасно. Вот. И много видел я обзоров на эти маски. Вот. Кто-то остался в восторге. Кому-то так себе. Вот. Ну, я же говорю, что пока сам не попробуешь, не узнаешь. Так что надеюсь, что клиентка моя попробует. И может останется в восторге. И ни грамма не пожалеет, что приобрела вот такой вот наборчик. Потому что по сути дела, действительно, такой вот наборчик идет выгодно. Потому что получается, что вот именно весь этот набор, да, вот стоит именно 300 с чем-то гривен. Да. Вот и получается. Потому что если вот убрать это, да, то было бы, конечно же, дорого. А когда вот третья идет за одну гривну, то получается, конечно же, очень достойная хорошая цена. Ну, опять же, кому как, да. Ну, в данный момент пока не мне. Вот. И последнее, что я хочу вам показать. И также приобрели у меня новинку. Думаю, тоже все уже, ну, а кто видел. Это у нас идет спонж. Такой вот именно косметический. Да, он такой вот прям маленький. В упаковке у нас идет три штучки. Да, вот. Если вот посмотреть, там идут прям три такие вот именно полоски. 8,5 объема, ну, именно вот и длины, и когда вы, допустим, вот берете один спонжик, вот эту полосочку, да, она, конечно же, в воде размокает, становится уже круглая, большая, также в таком же самом диаметре 8,5. Как в сухом, по длине 8,5, так она идет и в объеме, диаметром 8,5. Так что, ну, надеюсь, что будут очень достойные эти спонжики, и клиентка также останется в истории. Еще плюс тоже была очень хорошая цена, если не ошибаюсь, 57 гривен стоила. И как раз три спонжа, да, хватит, конечно же, этого продукта надолго. Так что почему бы и нет, да, не приобрести. И такой прям нежный, приятный, ненавязчивый цвет, такого вот именно желтого, да, такой прям приглушенный желтый цвет. Вот, так что, надеюсь, что тоже останутся в восторге и от этих спонжиков. Так что все, мои хорошие, коробка уже у меня пустая, точно уже ничего я не пропустил. Вот, надеюсь, было, может, что-то интересное, может, что-то и полезное. И, как всегда, мои хорошие, до новых встреч, и чтобы все у вас было хорошо. Вот, и всегда вы были на позитиве, что бы ни случилось, да, главное, чтобы все мы были здоровы, наши родные, вот, и близкие, и чтобы нас тоже ничего плохого не касалось. Только, чтобы мы жили и радовались только именно на позитиве, на только одной хорошей ноте, да, чтобы у нас было очень мало плохого. Чтобы больше всегда было всего хорошего. Так что все, мои хорошие, до новых встреч, еще раз я вас всех целую, люблю, ваш Игорь. Пока-пока.